25 октября участие в так называемом антиалкогольном рейде с целью выявления точек с нарушениями торгующих спиртными напитками положительная оценка данному мероприятию в том рейде в котором мы участвовали перспектив пока не было сказано что касается самой проверки заехали в три точки по продаже алкоголя и везде было нарушение по продаже, то есть продавались крепкие спиртные напитки уже после 11 часов что запрещено законом везде были составлены акты сотрудниками полиции ну и приняты соответствующие меры по конфискации данной продукции самое главное что к этой точке продавец делает удивленные глаза но с появлением у нас было где-то человек 6-7 в магазин сначала МВД покупает, там делают как положено а мы видим что к этой точке так много людей привыкли покупать в ночное время в нарушении закона вот и все но вторую точку едем то же самое последняя точка была в районе восточной остановки так уже 2 часа скоро будет приближается а люди толпами идут поэтому вот принимается как бы закон но в то же время мы сейчас делаем попытки только ограничить времени было с 23 сделан до 21 я считаю что не это самое главное надо повышать ответственность административную ответственность самим работникам УВД но есть же законы почему продают не соблюдались и сейчас я не думаю что ну и экономический комитет не думаю что вот изменение времени позволит бороться с преступлением связанным на почве алкоголизма ну по всем видам и транспорт и дети и так далее во время перерыва Юрий Тамчак ответил на вопрос журналиста обком ТВ касающийся неудовлетворительной работы участковой службы начальник управления Министерства внутренних дел по Омской области в целом отметил положительную работу участковых согласившись с тем что есть недостатки и прежде всего в нехватке людей ну действительно некомплект некомплект в этой службе достаточно высок может быть еще не высок уровень образования в этой службе нагрузки вот в первую очередь конечно в городе Омске в Омске действительно высоки но за качеством работы участковых уполномоченных у нас специально наблюдает управление охраной общественного порядка при управлении МВД России по Омской области надзирают за их деятельностью прокуроры оценка их работе дается судами по тем материалам которые они составляют и вот одно из нововведений теперь вот я отчитываюсь по приказу министра один раз в году определен срок отчета октябрь участковые отчитываются ежеквартально в населенном пункте перед собраниями граждан вот к этому времени к сегодняшнему дню за первых три квартала текущего года участковые все отчитались перед населением результаты отчетов размещаются в районных СМИ размещаются на нашем сайте там есть раздел кстати его можно почитать но вы правы недостатка в работе участковых у полномочных еще достаточно много оживленную дискуссию на заседании вызвал вопрос о внесении поправок в устав Омской области в результате которых у губернатора Назарова должен был появиться еще один первый заместитель депутаты коммунисты не пошли на этот шаг и не поддержали данную инициативу власти далее депутаты Заксобрания избрали членом избирательной комиссии Омской области от КПРФ уже известного о мячам по рубрике народный адвокат на интернет-телевидении Обком ТВ адвоката Омского Обкома КПРФ Олега Титова вместо уехавшего в другой регион нашего товарища успешно проработавшего в обл-избиркоме Николая Милосердова 12 вопросом повестки дня была инициатива руководителя фракции КПРФ Законодательного собрания Омской области Андрея Алёхина о проекте закона Омской области номер 390 о гарантиях лицам освобождающим жилые помещения данный проект социального закона выстрадан многими сотнями мячей сталкивающимися с переездом из ветхого жилья не убедили депутатов доводы коммуниста Алёхина о том что подобный закон давно принят и уже вовсю работает в той же Москве в результате голосования голоса 41 депутата распределились следующим образом за 16 голосов против 15 двое воздержались а 8 депутатов не голосовали вообще фракция работает очень результативно очень результативно то есть на каждое заседание законодательного собрания мы выходим социально значимым законопроектом или заявлением либо с поправкой то есть мы не придумываем темы законной писать ради закона и забыть про нее как это часто делается в законодательном собрании мы берем конкретную проблему и пытаемся ее решить здесь никакой политики абсолютно то есть попытка решить конкретную проблему которая есть на сегодня на территории Омской области тем более в других субъектах федерации эта проблема решена закон абсолютно социальный он направлен на защиту интересов граждан которые живут проживают в ветхом в первую очередь не только тут разные ситуации прописаны но в первую очередь те кто проживает в ветхом аварийном жилье ситуация возникает такая принимают решение расселения ветхоаварийного жилья и люди попадают в интересную ситуацию к сожалению на сегодня У меня жилищный кодекс предполагает, если у меня квартира не приватизирована, то я его даю, занимал 20 квадратов, будь добрым, в новой квартире 20 квадратов, независимо, что этих 20 квадратов уже квартир таких и не бывает, да? А вот 20 квадратов. Или семья жила там 9, как я привел, конкретный пример, 9 человек, казахская семья, 9 человек, жили в трехкомнатной квартире, в бараке, ну небольшие комнатки. Им дают тоже, этой же площади, там 37 квадратов, на 9 человек дают 37 квадратов однокомнатную квартиру. И пришлось только через Государственную Думу, через суд доказать, что не только квадратные метры должны быть, но и число квартир должно соответствовать. В итоге сумели пробить им две квартиры, но не все идут в суд. И некоторые вынуждены соглашаться и потом попадать в тяжелейшие условия. Вторая проблема. Некоторые в свое время приватизировали эти комнаты, квартиры в аварийных домах и попали в тяжелейшую ситуацию. Потому что на сегодня по жилищному кодексу тебе уплачивается компенсация. Приходит оценщик, оценивает и вот тебе 100 тысяч рублей и радуйся, покупай себе новую квартиру. А что можно купить за эти деньги? Поэтому я уже выходил с этой инициативы еще в прошлом созыве. Пытался решить, как сегодня мне Калинин предложил, через федеральный закон. Но он же и провалил. Он же и провалил. И я уверен, что если я сделаю проект федерального закона, провалят. Ну и потом, на сегодня практика, Государственная Дума практически 96% законопроектов, которые идут с регионов, они их заворачивают, не принимают. Даже через совет Думы не проходят. Это, ну как, вежливый отказ, грубо говоря. Вежливый отказ и не более того. Мы посмотрели внимательно, в частности, с автором этого законопроекта является Олег Владимирович Титов, наш адвокат, который, как юрист, стал сталкиваться и вынужден ходить в суды и защищать, представлять интересы граждан. Посмотрели практику по другим субъектам Российской Федерации. В частности, нашли московский закон, очень хороший закон. Там в Москве ситуация гораздо сложнее. Они все урегулировали. То есть на сегодня все в нормативном плане, они все решают. Мы взяли за основу этот законопроект, творчески с ним поработали, сделали свой вариант. Ну не нравится, давайте дорабатывать, давайте решать проблему. Не хотят. Не хотят. Следующее заседание Законодательного собрания Омской области состоится 29 ноября.